Экспозиционная проповедь Для того, чтобы правильно оценить эффективность экспозиционной разъяснительной проповеди, конечно же, нужно несколько слов сказать о ее истории. Лучший подход к изучению чего-либо — это рассмотрение истории, предмета. И мне хотелось бы об этом немного с вами поговорить. Многие исследователи истории разъяснительной проповеди спешат начать свои исследования с описания проповеди ветхозаветных пророков. Однако мы не должны забывать, что, собственно, разъяснительная проповедь существенно отличается от пророческой речи. Пророк передавал непосредственное откровение от Бога и не присоединял к нему никакого своего толкования. Поэтому его богодухновенные речи могут быть отнесены к жанру профитии, но не к жанру разъяснительной проповеди. Мы не можем сказать, что Моисей толковал народу Писание. Моисей дал народу Писание. Или пророк Исаия тоже не занимался толкованием Писания. Он передавал народу то, что потом стало Писанием. Однако, тем не менее, мы можем с полной уверенностью говорить, что жанр разъяснительной проповеди зародился очень давно, еще в эпоху Ветхого Завета. И этот вид проповеди получил название «изъяснительная беседа». Она возникла в иудаизме в период Второго Храма и обычая публично читать Тору на иврите и объяснять смысл прочитанного на разговорном языке того времени. Проповедник комментировал один или несколько стихов из Священного Писания. В зависимости от состава аудитории он мог добавить и нравоучительные какие-то наставления. На иврите такая проповедь называлась «Драша» или «Друж». И, как было отмечено выше, мы уже с вами говорили, что такой христианский феномен, как гамилия, собственно, беседа в первые четыре века была господствующим жанром церковных поучений. Таким образом, первыми экспозиторами или разъяснителями Писания, конечно, были священники-левиты и, как ни странно, отцы главы семейств народа израильского, потому что им Господь заповедовал. Я цитирую второзаконие, 31 главу, 11-12 стихи. И далее второзаконие, 32 глава, 46 стихи. «Тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего». Таким образом, разъяснительная проповедь появилась довольно давно. Уже во времена Моисея можно быть уверенным, что благочестивый глава израильского семейства читал своим детям Тору и объяснял ее смысл. И в полном смысле слова экспозиторам священного Писания нужно, конечно, считать и Ездру. Написано, что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде. В книге Неемии нам сообщается о том, что делу проповеди, разъясняющей народу смысл слова Божьего, было предано немалое число людей из команды Ездра. И там очень много экзотических имен. Во времена Ветхого Завета видно, что толкование Писания происходило так. Читался текст Ветхого Завета, написанный текст, и присоединялось толкование, давались необходимые разъяснения. Во времена пришествия на землю Господа Иисуса Христа также нам была явлена важность разъяснительной или экспозиционной проповеди. Ведь Христос, будучи Богом, казалось бы, не нуждался в том, чтобы объяснять Писание. Он сам был Словом Божиим. Любое его слово было Словом Бога. Тем не менее, Христос не брезговал объяснять людям Писание. Он пришел в Назарет, мы читаем, где был воспитан, вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, он прочитал текст из пророка Исаии и присоединил очень короткое толкование. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. В Нагорной проповеди Иисус дает истинное толкование древних пророчеств. Вы слышали, что сказано, а я говорю вам. Причем его слушателю удивляло не только умение учить, как власть имеющий, но и его феноменальное знание Писания. О нем говорили, как он знает Писание, не учившись. И даже после своего славного воскресения Христос, собственно, изъяснял ученикам Писание. Несмотря на то, что он это сделал при помощи тематической проповеди, он прибегал и к обзорно-экспозиционным жанрам. И несмотря на это жанровое разнообразие, Господь оставался верен принципу толковать народу Писание. Позже апостолы были или пророками носителями Божьего откровения, но они призывали своих учеников толковать Писание. И мы об этом уже говорили. Учись ему и увещевай, проповедуй сие и учи, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям. Таким образом, апостольские ученики стали первыми экспозиторами, объяснителями, разъяснителями и толкователями Писания в эпоху Церкви. Надо сказать, что, к сожалению, ко второму и третьему векам интерес к толкованию Писания в Церкви сильно упал. Тому были объективные причины, гонения, беспрецедентные гонения, послужили к развитию жанра апологии. Христианские апологеты вооружились мыслью тогда примирить христианское учение с постулатами греческих философов. Мы не будем давать сейчас оценку этому факту, просто отметим его как факт. На смену разъяснению Писания в моду вошли отвлеченные богословские рассуждения. И хотя важность становления христианского богословия в тот момент трудно переоценить, мы видим, что разъяснение Писания ушло на второй план. Как ни странно, такие мужи, как Юстин Мученик, Тертулиан, хотя и составляли апологии в защиту христианства, и отцы церкви 3 века, Киприан и Ориген были авторами полемик, они были апологетами скорее александрийской школы, аллегорической школы толкования Писания, тем самым нанеся довольно-таки существенный ущерб самому пониманию истинного смысла Писания. Пожалуй, только к 4 веку, благодаря лучшим представителям антиохийской школы толкования Писания, придерживающихся историко-грамматического метода толкования Библии, и интерес к самому Слову Божьему постепенно в церкви возродился. Мы, кстати, на примере истории увидим, что интерес к толкованию Писания как-то развивался по синусоиде, то возрастая, то снова падая. Причем возвращение интереса к разъяснению Писания в проповеди совпадало с положительными духовными движениями в истории церкви. В 4 веке яркими представителями антиохийской школы, толковавшими Писание в своей проповеди, были, конечно, и Деодор Тарский, и Федор Мапсуистийский, и Феодорит Кирский. Но самым ярким представителем экспозиторов Писания в те годы, конечно же, стал Иоанн Златоуст. В его проповедях толкование Писаний стих за стихом достигло своего апогея. Мы знаем, что он проповедовал стих за стихом на книгу Бытия, на книгу Псалмов, на Псалтирь, на Евангелие от Матфея, на Евангелие от Иоанна, на Деяния апостолов, на послание к Римлянам, на оба послания к Коринфянам, ну и другие книги Библии он тоже толковал экспозиционно и проповедовал. Что касается периода Средневековья, то хотя история и сохранила имена известных проповедников того времени, практически никто из них не объяснял Библию стих за стихом. Средневековая проповедь, особенно на заповеди, наследница схоластической школы, ей, скорее, свойственно тематический подход, составление сумм, неких всеобъемлющих компендиумов по тому или иному вопросу. Конечно, для изложения богословия и лекций по богословию такой подход был оправдан, но исчезновение разъяснения Писания, собственно, и привело Средневековую Церковь к такому духовному упадку, которым застала его реформация. Духовный уровень Церкви того времени был чрезвычайно низок, потому что мы знаем, вера происходит от слышания, слышания от Слова Божьего, что Дух Святой подается через наставление в вере, мы читаем в послании к Галатам, а Бог спасает грешников посредством юродства проповеди. Только в XIV веке Джон Виклиф провозгласил возвращение к проповеди, целиком основанной на разъяснении Библии. К его сторонникам можно отнести также Яна Гуса, Вильяма Тиндейла, как ни странно Джералама Савонаролу. Интерес к разъяснению библейского текста поддерживали в то время также и гуманисты, и Разм Роттердамский, и Джон Калет. Во времена реформации Европа, конечно, повернулась к толкованию писания проповеди. Мартин Лютер проповедовал Библию стих за стихом, он проповедовал за всю свою жизнь на большинство библейских книг священного писания и в конце жизни произнес «Я просто учил, проповедовал, писал Слово Божие. Кроме этого, я ничего не делал. Слово сделало все само». Ульрих Цвингли проповедовал, объясняя народу писание. Несомненным лидером в деле разъяснительной проповеди в то время, конечно, был Жан Кальвин, проповедовавший практически на все книги Библии. История реформации свидетельствует, что проповеди, толкающие писание, были верны. И такие люди, как Валтасар Губмайер, Генри Буллингер, Джон Нокс, Хью Латимер и другие. К XVII веку на Западе знамя разъяснительной проповеди высоко подняли, конечно же, Пуритане. У нас даже сохранились некие подобия учебников разъяснительной проповеди того времени. Пуритане, надо вам сказать, были фанатами экспозиционной проповеди. В среднем экспозиционная проповедь пуританского проповедника длилась три часа. Не знаю, кто из современных слушателей выдержит такую проповедь, но они выдерживали. Вильям Перкинс, один из первых пуританских экспозиторов, выделил четыре принципа, которыми должен руководствоваться проповедник. Первое, прочитать отчетливо текст канонического писания. Второе, передать суть и значение отрывка, которые излагают в самом писании. Третье, вывести некоторые полезные пункты учения из здравого смысла толкования писания. И четвертое, применить доктрину, правильно подобранную к жизни и поведению человека в простом и ясном выступлении. Начиная с 17 века, разъяснительными писаниями были Томас Гудвин, Ричард Бакстер, Джон Буньян, Джон Джилл, Мэтью Генри, Эндрю Фуллер и даже Чарльз Сперджин. Он все-таки толковал писания. Имена этих служителей часто связывают с историей духовного пробуждения. И этот факт учит нас, что как только церковь возвращалась к разъяснительной проповеди, наступало действие Духа Святого – пробуждение. Среди современных западных проповедников, практикующих разъяснительную проповедь, известны имена Мартина Ллойд Джонса, Джона Стота, Стивена Олфорда, Джона МакАртура. Их церкви, собственно, являются красноречивым свидетельством силы Божьей, явленной через разъяснительную проповедь. Что касается русской церкви, нужно отметить, что на Руси все было плохо, если так грубо говорить. На Руси не существовало единой гомелитической теории вплоть до 17 века. Поэтому рассмотреть историю разъяснительной проповеди на Руси представляется делом непростым. Первым отечественным курсом гоменетики принято считать сочинение архимандрита Иоанники Галитовского «Наука альбо способ заложения казани». Наука или способ составления проповеди. Сочинение, собственно, представляло собой приложение к двухтонному сборнику проповедей самого архимандрита. И все это было составлено в Киеве в 1659 году. Конечно, этот подход к проповеди представлял собой католический подход к сумме теологии. То есть, представлял собой тематическую проповедь, нежели, строго говоря, разъяснительную. Попытку преодолеть вот это схоластическое влияние западное, как ни странно, предпринял в 18 веке Феофан Прокопович. Ну, известная одиозная фигура, сподвижник Петра Первого, в противовес польско-латинскому влиянию. Хотя интересно, что Прокопович-то сам был наследником лютеранских идей. Он использовал вот этот вот протестантский свой опыт, так сказать, в кавычках. Несмотря на его отдельные попытки вернуть церковь к разъяснению Писания, все-таки этого на Руси не прижилось. И господство схоластических подходов сохранилось в русской гамиле вплоть до 19 века. В преодолении такого подхода важную роль сыграла, пожалуй, книга профессора Киевской духовной академии Амфитиарта. Называется эта книга «Чтение по церковной словесности» или «Гомилетика». И тут, конечно, вот уже наметился такой самобытный стиль русской гамиле. Ну и, конечно, следует к отечественным разъяснениям Писания отнести Лопухина, чья толковая Библия, собственно, вот до сих пор считается лучшим православным русским трудом по разъяснению сути библейского текста. Хотя это, собственно, не проповедь, но хотя бы такой экспозиторский подход к тексту Писания. Таким образом, мы видим, что разъяснительная проповедь сыграла положительную роль в истории христианской гамилетики, и ни одна другая проповедь такого положительного влияния на церковь не оказала. В заключение хотелось бы еще раз отметить, что для того, чтобы проповедь считалась разъяснительной, необходимо выполнить следующий минимум условий. Проповедь должна основываться только на Писании. Послание должно быть извлечено из Писания в результате тщательной экзигезы. При подготовке к проповеди Писание правильно истолковаться в его обычном значении и контексте. В-четвертых, проповедь ясно объясняет оригинальное значение текста Писания, соответствующее замыслу Бога. И в-пятых, эта проповедь применяет сказанное в Писании к современности. При этом пользуется проповедник самым современным и самым совершенным набором риторических средств. То есть экспозиционная проповедь это не просто сухая экспозиция, это не просто сухая экзигеза. Даже я вам больше скажу, экзигеза в хорошей экспозиционной проповеди подобна нижнему белью. Она всегда есть, но ее никогда не видно. То есть чем больше вы поработали как экзигет, тем меньше этого видно в проповеди. Проповедь должна быть понятной вашим слушателям. И она должна быть эффектной в риторическом смысле. Итак, братья мои, мы с вами определились с терминологией. Мы убедились в эффективности разъяснительной проповеди. Мы проследили ее историю. Настал момент перехода к собственно толкованию писания и составлению конспектов проповеди, разъясняющей писание. Этим мы, собственно, в ближайшее время с вами и займемся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok